Природа Ивановского края со временем становится все менее богатой и многообразной. Биологи бьют тревогу. Многие краснокнижные растения на грани исчезновения. И только бережное отношение жителей сможет переломить ситуацию. Доцент Шуйского педуниверситета рассказал на пресс-конференции, что в парке 905 года сейчас цветет тимьян обыкновенный. Это редко исчезающие растения горожане попросту затаптывают. Чтобы сохранить тимьян, биологи предлагают создать в парке что-то вроде ботанического сафари. Создать экологическую тропу, на маршруте которой высадить дополнительное количество других краснокнижных видов искусственно. Предложения есть какие именно, скажем, жостер, осокорь и другие виды. Не буду перечислять, чтобы вас не утомлять. А популяцию с Богородской травой огородить, построить, обнести красивой оградой. В 2007 и 2010 году вышли два тома Красной книги Ивановской области. Информацию собирали энтузиасты. На деньги, выделенные на исследования, ботаники не разгулялись. Нам выделили аж тысячу рублей для того, чтобы собрать материал. Этой тысяче рублей нам хватило, чтобы купить бензина. Мы нашли водителя, заплатили ему за бензин. Он довез нас до Песаковского района. Когда в других регионах об этом услышали, они буквально хохотали гомерическим хохотом, потому что там выделяли сотни и даже миллионы рублей. Красная книга вышла в красивом переплете, но очень маленьким тиражом. Ежегодно на ведение книги, на сбор новой информации о редких и исчезающих видах тратится порядка 300 тысяч рублей. Мы считаем, что лучше деньги, выделяемые областью, потратить на именно экологическое обследование, на выявление новых местонахождений, новой информации про каростно-книжным животным и выпускать в виде материалов по ведению Красной книги. Что касаемо городского ландшафта, его главный враг – точечная застройка. От пилы и топора инвестора страдают парки, скверы и аллеи. А что построено? Из зеленых массивов в городе Иванове сквер так называемых строителей. Это 0,7 гектара. А скверы, вообще-то по ГОСТу, начинаются с 45 гектаров. Это микросквер. За 20 лет построили один микросквер. А вот для районов области хорошая новость. Ученые говорят, что на периферии экология улучшилась. Сельское хозяйство в упадке. Фабрики закрываются. Вредных выбросов в окружающую среду становится меньше. Лучшие тому подтверждения – активно плодящие сыраки в Ивановских реках.